Всякие выкруташи и ногами, и руками В правую сторону тоже 20 раз Потом в левую сторону 20 раз Историческое, наследственное Нашего народа долго раскачивается Но коли уже раскачался, рассердился То уже пощады врагу не бывает Право, влево, тоже 20 раз Это меня Валентин Прокофьев, фамилия моя Росляков Родился я в глубокой деревне На Тамбовщине, в село Копчево Рассказываю, скоро его на Тамбовской области В раннем детстве остался без отца Когда мне 5 лет было Воспитывала меня мать одна Закончил я 7 классов образования Потом поступил в ФЗУ Но в ФЗУ не пришлось мне кончать Потому что очень сильно заболел Уже посчитали, что меня уже на белом свете не будет В больнице уже отказалось лечиться Я был распухшийся, выходить уже не мог И спасла меня простая, обыкновенная женщина Которая исторически, в общем, по наследству Лечила травами У нас его называют дикий рябельник И вот этой травкой она меня вытянула И сказала Я тебе из Маил вынула Но ты доживешь до 100 лет И действительно Вот я по ее заветам Прожил уже 104 года Девушки, подружки, милые Чего же вы не любите Ивана Кузина Ведь у Ивана Кузина в кармане кукурузина В армию я пошел в 1937 году На срочную службу Посчастливилось мне попасть в танковую часть После окончания службы Закончил я военно-политическое училище Перед самой войной Когда Гитлер, он ясно пришел к власти Заявил, что Германия превыше всего Они, немецкая раса, высший рас И она должна управлять всем миром И к этой бредовой идее Он уже приступил в 1938 году Непосредственно я уже с немцем в боях Встречался уже в районе Харькова Результаты постепенного отступления Дошло дело до Ростова А я замполит Танк-то у меня не было Не положен мне был замполит танк Тогда пяти танковый взвод был Шестнадцать танков И вот от роты осталось семь танков Вот я их собрал, замполит И ни одного командира уже не осталось Ни командира роты, ни командира взводов Все вышли с троя Я практически один из офицерского состава Вот и у роты остались Ну комбат наложил Дорогой мой замполит, давай принимай роту Командуй этими остальными танками Мы готовимся сейчас вновь брать Ростов Потому что армия подошла свежая Подбросили еще танков Уже появились хоть мало там Что-то пар всего танков Уже Т-34-ки появились Ну и мы взяли от Ростов Тут налетел подходящий резерв Несколько десятков танков Ну конечно мы Что мы, живопырки Двадцать шестерка Название только танка было Что там, вроде фанеры Десять-двенадцать миллиметров бронь была И пущенка там Сорока-пяти миллиметровая всего Нас расчехвостили Танк мой подвел Загорелся танк Командир, наводчик убит был А пулеметчик, механик А я были все тройранные Выйти через люк Через верх был невозможно К счастью нашему В том танке Был аварийный люк Внизу, в днище Так вот мы через этот резервный люк Вылезли кое-как Возле танка-лежима Мимо нас эти танки И бронетранспортеры Не заметили нас Пролежал я в Господе целые полгода Конечно Не хотелось убирать Хотелось все-таки Отомстить врагу За все Что он натворил Больше болезнь За судьбу Своей страны За людей За своих Поэтому Не думал о себе Даже подчас И забывал Подумать Жив я буду Или не жив Когда я иду в атаку Появился не только Героизм Даже нахалист Что было Мы не думали Что Какая-то задержка Может быть Что-то остановка Или что-то случится Там Только вперед Бей, бей, бей Без конца Гони его Врага Когда в Белоруссии Освободили И повернули нас На Прибалтику Вдруг появилось Разведданные Немец Выводит свои Технические средства С целью Сосредоточить их В Восточной Пруссии Чтобы Удержать Восточную Пруссию Нужно Перекрыть Эту дорогу А там дорога По лесу Дорога была Что развернуться Для боевого действия Невозможно было Вот они по этой Дороге Вот Задача была Уйти в это В тыл А это Примерно 60-80 километров В тылу Немцев Уйти А с чем уйти Ничего уже не осталось Вот компресс Уважал Что это у тебя в батальоне А я заместитель Командир танков Батальона был Я говорю Что на ходу Всего 4 танка У меня Остальные там Разобраны Все Профилакт Замен идет Только 4 танки Могу Что-то сделать Ну хорошо Ей это хватит Вот Вечером Делал в ночь В течение ночи Ты должен Выйти Вот в этой В колунуи Устроить засаду И закрыть выход Из этого леса Немцев Обходи все деревья Потому что Каждая деревня Конечно Занята немцами Это в тыл уже Трудно Конечно Было мне Это ночью Самое главное Незнакомо Вовремя пришли Перед рассветом Даже Сумели Прикрыться Этим Всеми развалинами И вот Первые появились Моциклисты Разведчики Моциклисты Бронетранспортер Ну думаю Следующие пойдут Танки И действительно Через некоторое время Появляются Первые танки Задача была Сразу С первого танка Перекрытие дорогу Ну а я Решил Порезвиться Думаю Место Хорошее Силы Хоть и не так Большие Но четыре Танка Из этого Леса по дороге Больше Двух танков Сразу не могут Выйти А с двумя Моими четырьмя Справиться Было легко И вот Я Начал щипать Как только Выскочить Из леса Так вот С залпом Раз и два И в результате Двенадцать танков За какие-то За час Боевых действий Двенадцать танков Оказались На пушке А остальные Повернули И в бегстве И вот За эту операцию Я получил Орден Красного Знамени 2 мая Сорок пятого Года Я уже был На территории Самой Германии В одном Из боев Я услышал Долгожданную Команду Которую ждал Четыре года Я командир Тридцать Первой Танковой Бригады Полковник Поколов Приказываю Прекратить Боевые действия Война Окончилась Германия Капитулировала Разрешаю Дать Последний Залп По немецкой Территории И вот Родина Конечно Отблагодарила Меня За мой Вклад В общую Нашу победу Наградив Мне Пяти Боевыми Реденами Многими Медалями Был Был такой Случай Приехал Я На родину Там Где родился Это давно Делать Было И вот Встречаюсь Там Ну такой Паразит Который В плену Побывал И там Поработал У кого-то Там Спину Гнул Из воды Сухой Вылез И вот А я Вся Вся грудь В ординах В медалях А он Мне Ну Обрядился Эти Железким Я вроде Ничего Другого Не мог Сказать Я Воевал Защищал Родину А Простите за уважение А Не жопу Немцах Лежал Обидно Бывает Когда Именно Что Так Некоторые Конечно Недовольные Но Семья Не без уродов Все бывает Я считаю Что нужно Нужно Молодежи Все это Говорить Все это Рассказывать Можно Я вам Еще Руку Пожму Ну Давай Зафиксируйте Спасибо 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 Здравствуйте Это Людмила Пришла Вас Проведать Пришла Вас Проведать А вас Снимают Кино Про вас Твой Молодой Человек Пришел К тебе Жить Нет Он Поживет В соседнем Подъезде Саша Звать Да Александр Александр Ну что Он по-настоящему И просто Проходим Нет Ну он Очень такой Чуткий Внимательный И в общем Думаю Что наверное Что-то получится Ну и хорошо Дай бог Дай бог Чтобы было хорошо Я тебе желаю Самое главное Здоровья Прежде всего Здоровья Здоровья Быть Оптимистом Самое главное Больше ходить Меньше лежать И радоваться Всему радоваться Радоваться Самое главное Радость должна быть Не быть Не у ней Распускаться Держаться Крепко Крепко держаться Спасибо вам большое Хорошее пожелание Ну Девушки Девушки Зима Не лето Не посеешь Поле хорошее Девушки Воля Не ваша Не полюбишь Крепко Милый мой Пойдем домой Заря занимается Меня мама Рано будет И всегда ругается Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова